Всем привет. Белиз государство в Центральной Америке. До июня 1973 года носил название Британский Гондурас. Граничит на севере с Мексикой и на западе с Гватемалой. Восточное побережье Белиза омывается Карибским морем. Единственное из центрально-американских государств без выхода к Тихому океану. Площадь страны 22 966 километров. Численность населения – 399 598 человек. На 2020 год. Этимология. Происхождение названия Белиз окончательно не установлено. По одной из версий, это слово из языка Майя Беликс, означающее мутная вода и применявшееся к названию реки Белиз. По другой версии, это название происходит от неправильного произношения конкистадорами имени пирата 18 века Питера Уоллеса. Возможно, что африканские рабы из Конго привезли это имя с собой, поскольку в Анголе также существует Белиссен. Большую часть территории страны занимает низменная, местами заболоченная равнина со множеством озер и лагун. На юге простираются горы Майя высотой до 1122 метров. Это самая малонаселенная часть Белиза. Недра страны изучены слабо, ведутся поиски месторождения нефти. Климат Белиза, тропический посадный. Средняя месячная температура около 26 градусов незначительным изменением по сезонам. Северо-восточный посад приносит много осадков. Количество их увеличивается с севера на юг от 1300 до 3500 миллиметров в год. Сезон дождей длится с мая по июль, а засушливый период с января по май. Ураган из Карибского моря, сопровождающийся ливнями и наводнениями, приносит стране тяжелые бедствия. Около половины территории страны покрывают влажные тропические леса. На юго-западе и севере Белиза значительные площади, заняты листопадными широколиственными и хвойными лесами. Вдоль побережья тянутся заросли мангров. Леса богаты ценными породами деревьев, из которых наибольшее хозяйственное значение имеют махагони и сосна. Животный мир Белиза довольно разнообразен. Там обитают широконосые обезьяны, ягуары, броненосцы, крупные игуаны и другие животные. Очень много птиц, в том числе попугаев и калибри. Морские воды у берегов богаты рыбой, ракообразными и черепахами. Плотина в округе Кайо. История. Доколониальный период. В прошлом почти всю западную часть территории нынешнего Белиза населяли индейцы майя. В поздний классический период цивилизации майя. К концу первого тысячелетия нашей эры. На территории современного государства Белиз проживало около 400 тысяч человек. Культура майя достигла расцвета к IX веку. В X веке почти все индейцы майя покинули этот регион и мигрировали на север полуострова Юкатан. Юг современной Мексики. В начале XVI века, когда здесь впервые высадились европейцы, испанцы, некоторые племена майя еще обитали на прибрежных низменностях. Испанцы пытались проникнуть и во внутренние области Белиза, однако были вынуждены отказаться от этих намерений, встретив сильное противодействие майя. Шун Антонич. После завоевания испанцами Центральной Америки, 1509-1524 годы, северная часть современного Белиза была номинально включена в состав вице-королевства Новой Испании, Мексики, а южная, в состав генерал-капитанства Гватемала. Однако испанцы практически не занимались колонизацией этого глухого и почти безлюдного района, и туда стали проникать англичане. Существовавшие в этом районе до прихода европейцев индейцы майя покинули обжитые места и переселились в горные районы на границе Гватемалы и современного Белиза. До конца XVII века в горах существовало майяское поселение Типу, не подконтрольное испанским колониальным властям. Окончательное покорение майя испанцами в регионе произошло в 1697 году. Первыми на Белизском побережье начали создавать поселения английские и шотландские пираты, нашедшие тут удобную базу для атак против испанских кораблей. Отсюда пираты совершали набеги на испанские колонии в южном Юкатане и опустошили их, прекратив испанский контроль над районом. Физическая карта Белиза. Колониальный период. Первая английская колония на берегу реки Белиз возникла в 1638 году. В середине XVII века были созданы и другие английские поселения. Позднее британские поселенцы занялись заготовками древесины кампешевого дерева, из которого извлекалось вещество, используемое при изготовлении красителей для ткани и имевшее большое значение для шерстопредельной промышленности в Европе. Основную массу английских поселенцев составляли пираты и колонисты с острова Ямайка, привозившие с собой негров-рабов для работ на лесозаготовках и плантациях. Уже к 1800 году африканцы по численности в четыре раза превосходили поселенцев европейского происхождения. К этому времени основной статьей экспорта стало красное дерево, оттеснившее сандаловое дерево на второе место. Такое положение сохранялось до 1950-х годов. В XVIII веке испанцы неоднократно пытались силой оружия вытеснить англичан из Белиза, однако колонисты успешно отбили все нападения, что позволило поселенцам установить собственные законы и сформировать независимое от Англии правительство. В этот период местный орган законодательной власти, Народное Собрание, контролировалось немногочисленными богатыми колонистами, которым принадлежала большая часть лесов и земель. Первое такое собрание было сформировано в 1738 году в результате выборов. На протяжении 17 XV веков Британия воздерживалась от официального провозглашения своего суверенитета над этим районом, опасаясь трений с Испанией. В 1784 году британское правительство впервые назначило в Белиз своего официального представителя, суперинтенданта. Между Испанией и Британией в 1786 году была подписана конвенция, согласно которой территория современного Белиза официально находилась под испанским суверенитетом. При этом английские поселенцы имели право селиться на территории Белиза, заниматься там лесозаготовками, но не имели право строить укрепления, содержать вооруженные силы или создавать какую-либо форму самоуправления. Согласно этому соглашению Британия ликвидировала свою колонию Москита-Бэй на берегу Никарагуа. Около двух тысяч поселенцев и их рабов оттуда перебралось в Белиз в 1787 году. Несмотря на соглашение, в колонии создавались крупные плантации, и продолжал существовать выборный магистрат. Крупные плантаторы не желали подчиняться британскому суперинтенданту, и колония продолжала оставаться полунезависимой. В 1798 году испанцы попытались отбить Белиз и направили туда флот с двух тысяч солдат под руководством генерал-губернатора Юкатана. В результате боя, длившегося два с половиной часа, испанцы потерпели поражение. В начале XIX века Великобритания попыталась установить более жесткий административный контроль над поселениями в Белизе, требуя, в частности, под угрозой при остановке деятельности Народного собрания, соблюсти указания британского правительства об отмене рабства. Официально рабство было отменено в 1838 году. С 1840 года англичане стали называть эту территорию британским Гондурасом. В 1862 году Британия официально объявила британский Гондурас своей колонией, а во главе администрации вместо суперинтенданта был поставлен вице-губернатор. В начале XIX века население британского Гондураса состояло в основном из креолов англо-негритянского происхождения и горифуна, африканно-индейского происхождения, переселенных англичанами с островов Карибского моря, а также из англичан. Затем на территорию Белиза стали переселяться испаноиндейские метисы и индейцы майя из Мексики и Гватемалы. Большое количество индейцев майя попало в Белиз в качестве беженцев в результате войны Каст, произошедшей на Юкатане в 1847-1852 годах. Позже британцы стали завозить в Белиз в качестве дешевой рабочей силы индейцев, китайцев и других выходцев из Азии. Во время экономического кризиса 1930-х годов экономика колонии оказалась на пороге краха в результате резкого падения в Великобритании спроса на лесоматериалы. К бедствиям, вызванным массовой безработицей, добавились последствия разрушительного урагана 1931 года. Экономическое положение колонии улучшилось во время Второй мировой войны, однако после войны экономика колонии снова оказалась в состоянии застоя. В 1959 году в Белиз переселились несколько тысяч менонитов. Немцы и голландцы. Из Канады. В 1964 году колония получила внутреннее самоуправление, в 1973 переименовано в Белиз. Предоставление независимости Белизу Великобритании долгое время откладывалось из-за того, что в 1966 году Гватемала, президентом которой тогда был Хулиаси Сармендос Монтенегро, провозгласила Белиз своим восточным департаментом и потребовала у Британии его возвращения. Период независимости. 21 сентября 1981 года Белиз получил независимость. При этом там оставался британский вооруженный контингент. 1,5 тысячи. Человек. Пока в 1992 году Гватемала не объявила об отказе от своих притязаний на Белиз. Белиз, член ООН с 1981 года, член Организации Американских Государств с 1991 года, входит в Карибское сообщество и в Международную Организацию Стран-Акт. До 1970 года столицей был город Белиз-Сити, расположенный в устье реки Белиз на берегу Карибского моря. Этот самый крупный город страны неоднократно жестоко страдал от ураганов, сопровождавшихся сильнейшими наводнениями. После опустошительного урагана Хати в 1961 году было принято решение о переносе столицы вглубь страны. В 1962 году правительство определилось с местом строительства новой столицы. В 1967 году в 80 километрах к юго-западу от Белиз-Сити началось строительство нового административного центра, города Бельмапан, который в 1970 году стал резиденцией национального правительства и столицей Белиза. Политическое устройство. Государственное устройство Белиза основывается на принципах парламентской демократии Вестминстерской системы. Монархия, глава государства, королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Исполнительную власть осуществляет правительство, возглавляемое премьер-министром. Им становится лидер партии, получивший большинство на парламентских выборах, которые проходят раз в пять лет. Законодательная власть принадлежит двухпалатному национальному собранию. Верхняя палата, Сенат Н. 12 членов, назначаемых на пятилетний срок генерал-губернатором по рекомендации лидера правящей партии, лидера оппозиции, религиозных и общественных организаций. Нижняя, палата представителей. 31 депутат, избираемых населением. Политические партии. Объединенная демократическая партия, левоцентристская, 25 мест в парламенте. Народная объединенная партия, центристская, 6 мест. Не представлены в парламенте, Национальный альянс за права Белиз-ЦФ, Национальная партия реформ, Народная национальная партия и другие. Внешняя политика. Основная статья. Внешняя политика Белиза. Административное деление и города. Основная статья. Административное деление Белиза. Смотри. Также. Города Белиза. Округа Белиза. Территория Белиза в административном отношении разделена на 6 округов. Англ. Дистрикт. Белиз, Кайо, Карасаль, Орендж Волк, Станкриг, Толедо, округа далее делятся на 31 избирательный округ. Население Возрастно-половая пирамида населения Белиза на 2020 год. Численность населения – 324,5 тысячи. Перепись 2010 Годовой прирост – 2,1%. Фертильность – 3,3 рождений на женщину. Средняя продолжительность жизни – 68 лет. Городское население – 52%. В 2008 году. Зараженность вирусом иммунодефицита. ИЧ – 2,1%. Оценка 2007 года. Этнорасовый состав. По переписи 2010 года. Меннониты в Белизе. Метисы, испано-индийского происхождения – 150,9 тысячи. 49,7%. Криолы, англо-африканского происхождения – 64,2 тысячи. 22,2%. Индейцы майя – 30,1 тысячи. 9,9%. Берифуна, афро-индийского происхождения – 14 тысячи. 4,6%. Белые, в основном немцы-меннониты – 14 тысячи. 4,6%. Выходцы из Азии. Индийцы, китайцы, арабы – 10 тысяч. 3,3%. Смешанное население – 19 тысяч. 6,2%. Прочие – 1,2 тысячи. 0,4%. Религии. Католики – 40,1%. Протестанты – 31,5%. Пятидесятники из Ассамблеи Бога – 8,4%. Адвентисты седьмого дня – 5,4%. Англикане – 4,7%. Меннониты – 3,7%. Баптисты – 3,6%. Методисты – 2,9%. Назаряне – 2,8%. Другие – 10,5%. Атеисты – 16,1%. По переписи 2010 года. По статистике 2010 года свидетели ИГОВы составляют 1,7% населения. Языки. Официальным языком Белизы является английский, большинство населения хорошо им владеет, однако только 4% населения считает английский родным языком. Уровень грамотности населения составляет 70%. Белизский креольский язык является первым языком для 33% Белиз-ЦФ. От 75% до 80% населения знают этот язык. Испанский язык распространен в Белизе с 1840 года, когда беженцы-метисы прибыли в Белиз из Мексики. Это первый язык для 46% Белиз-ЦФ, его хорошо знает большинство населения. Майяские языки являются родными примерно для 9% населения. Гарифуны являются родным языком примерно 3% населения. В 2001 году ЮНЕСКО объявила Гарифуна шедевром устного и нематериального культурного наследия. В школах преподавание ведется на английском языке, испанский изучают в начальной и средней школе. Двоязычие встречается очень часто. Культура, культура Белиза восходит корнями к истокам индейцев Майя, чьи потомки до сих пор живут в стране. Бесценное историческое наследие которых — храмы и дворцы великой цивилизации. Самые крупные центры Майя, сохранившиеся до наших дней находятся в Шун-Антонич. На границе с Гватемалой, Алтунха, Караколь, Куэя, Ломанай и другие. Эти древние культурные центры еще не изучены до конца и представляют собой огромную ценность для историков и археологов. Ступенчатые пирамиды, огромные маски и рельефы на стенах храмов Ломаная, таинственный и живописный Лубо-Антун. В местечке Кахаль-Печ можно увидеть немало знаменитых фальшивых арок Майя, составляющих одну из загадок и характерных черт архитектуры Майя. Алтунха — один из самых крупных археологических центров страны, известен своими захоронениями, в которых были обнаружены изящные украшения из яшмы и морских раковин. Также представляют интерес национальные парки и заповедники страны, среди которых единственный в мире заповедник Ягуара. В столице Белиза, городе Бельмапан находится университет Белиза, интересные архитектурные здания банков, памятники, выставка артбокс и городской музей, а также множество прекрасных парков. Богата на достопримечательности и бывшая столица страны, Белиз Сити. В музее Белиза, расположенном в здании бывшей колониальной тюрьмы середины 18, можно познакомиться с гончарным искусством Майя. Морской музей рассказывает о развитии мореплавания, а прибрежный зональный музей демонстрирует уникальную экспозицию по экологии рифов. В городе также есть национальный центр изделий кустарного промысла. В северной части города находится собор С.В. Иоанна, старейшая англиканская церковь в Центральной Америке. Особое значение для города имеет маяк-монумент барона Блиса, знаменитого своими добрыми делами на этой земле. Экономика Белиз – слаборазвитое аграрное государство, специализирующееся на международных услугах. Основная статья валютных доходов Белиза – туризм. За ним следует экспорт морепродуктов, цитрусовых, тростникового сахара-бананов, одежды. В 2006 году открыто месторождение нефти, уже в 2007 началась ее добыча и экспорт. ВВП на душу населения в 2009 году – 8,3 тысячи. Долг – 119 место в мире. В сфере обслуживания занято 72% работающих, в промышленности – 18%, в сельском хозяйстве – 10%. Промышленность – производство одежды, пищевое, строительство, добыча нефти. Сельское хозяйство – бананы, какао, цитрусовый, сахарный тростник. Рыболовство – разведение креветок. Лесозаготовки. Белиз – международная офшорная зона. Внешняя торговля. За 2017 год объем внешней торговли составил. Экспорт – 457,5 миллиона долларов, импорт – 845,9 миллиона долларов, отрицательная сальдо внешней торговли – 143 миллиона долларов. Основные экспортные товары Сахар, бананы, фруктовые соки, табачное сырье, креветки, морепродукты, сырая нефть. Главные покупатели Великобритания – 33,9%, США – 22%, Ямайка – 6,7%, Италия – 6,4%, Барбадос – 5,9%, Ирландия – 5,5%, Нидерланды – 4,3%. Основные импортные товары Нефтепродукты, сигареты и сигары, машины и оборудование, в том числе транспортные средства, химикаты, потребительские товары. Главные поставщики США – 35,6%, Мексика – 11,2%, Китай – 11,2%, Гватемала – 6,9%. Внешний долг – 1,315 млрд дол. В 2017. Вооруженные силы. Основная статья. Вооруженные силы Белиза. Военный бюджет – 19 млн долларов. По состоянию на 2005 год. Регулярные вооруженные силы составляют 1,05 тыс. Человек, комплектование, на добровольной основе. Резерв 700 человек, мобилизационные ресурсы – 68,5 тыс. Человек, в том числе годных к военной службе – 40,6 тыс. Сухопутные войска составляют 1,05 тыс. Человек, три ПБ, группа поддержки, три роты резерва. Вооружение. Шесть минометов калибра 81 мм, восемь безоткатных орудий «Карл Густав». Военно-воздушные силы представлены авиационным крылом, входящим в состав сухопутных войск. Самолеты. Два лёгких патрульных самолёта БН-2Б, один учебный самолёт Сезна 182, один транспортный самолёт Т-67-200. Морские силы обороны. В составе сухопутных войск. 50 человек, три ПКА, девять катеров, три ТК. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.